Добрый день! Сегодня я отвечу на вопрос, который был в комментариях к одному из видео. Вопрос следующий. Как, придя на пленэр, рисовать пейзаж, не вдаваясь в детали большими массами? Как вы вырастите с поля зрения эти детали? Действительно, новички, выходя на пленэр, часто теряются и хотят нарисовать все-все-все-все, что видит их глаз. И в результате оказывается, что у них на это нет ни времени, ни сил, ни опыта, как это делается. Поэтому у меня есть для вас 20 советов, как сделать так, чтобы ваш пейзаж был достаточно цельным, чтобы в нем не было лишних деталей, а только самое важное. Итак, первое, что я вам советую, это выбрать пейзаж по силам и времени. Определитесь со временем, которое у вас есть в наличии, час-два. И, соответственно, берите пейзаж, берите сюжет, который вы сможете за это время осилить. Не нужно писать все, что видит ваш глаз на 180 градусов. Можно взять совершенно простой какой-то объект и раскрыть его очень интересно и художественно. Второй совет. Прежде чем вы приступите к рисованию, задайте себе вопрос, что главное в этом пейзаже? Что главное в той картине, которую я хочу нарисовать? О чем будет эта картина? Это очень важный вопрос, не пренебрегайте им, потому что все ваши действия последующие будут направлены именно на то, чтобы выделить это главное. Следующий совет, наверное, будет для вас неожиданным. Я рекомендую вам сразу сделать фото вашего сюжета. Это очень важно и с точки зрения того, что в дальнейшем ваш сюжет, скорее всего, очень быстро поменяется, когда солнце изменится, когда изменится погода или еще что-то произойдет. И, кроме того, вы удивитесь, но многие художники-мастера обязательно используют фотографию, даже если они работают на пленэре. Для чего? Потому что, работая по фотографии, вы лучше видите всю композицию, вы охватываете на своем телефончике, например, всю эту композицию взглядом моментально. Ваш фотоаппарат скрадывает в такой маленькой картинке все детали, и вот, вуаля, мы видим только крупные массы. И ориентируясь одновременно и на то, что мы видим в натуре, и то, что нам подсказывает фотография, мы можем игнорировать те мельчайшие детали, которые замечает наш взгляд. Следующий совет вам даст любой профессиональный художник. Обязательно сделайте эскиз перед тем, как начинать уже серьезную работу цвета. Маленький эскиз сэкономит вам на самом деле кучу времени. Вы затратите на него всего лишь 3-5 минут, но в процессе работы над эскизом вы сможете, во-первых, разобраться с тональными отношениями, с массами как раз теми самыми крупными. Что у вас является светлым, что темным, что средним тоном. Вы сможете обобщить какие-то единые мелкие детали в крупные массы и заодно продумать ход своей работы над эскизом. То есть большая часть работы, которая должна быть сделана впоследствии, она будет у вас сделана уже на стадии эскиза, и вы не потеряетесь, когда будете рисовать свою картину. Уже не будете так высюсюкивать отдельные детальки, не зная, что вы хотите в результате получить. Еще один совет. Поставьте таймер. Так вы будете сосредотачиваться действительно на крупных массах и не ударяться в детали, зная, что у вас очень мало времени. Начиная работу, используйте простой принцип. Детализировать только главное, а все второстепенное не делать детализированное и размывать, если мы говорим об акварели. И вот здесь как раз мы всегда держим в голове наш самый первый вопрос, что является главным в пейзаже. На главном мы фокусируемся, именно это прописываем четко, а фон и все неважные детали пишем размыто. То есть в акварели это чаще всего по сырому. Поэтому, начиная с фона, мы пишем его по сырому. И это дает нам обобщение нужное нам и убирает излишки детализации. Избавиться от излишней детализации помогает принцип работы от общего к частному. То есть мы начинаем писать с крупных масс и постепенно вводим в них мелкие детали. Для акварели это не всегда подходит, поскольку мы пишем от светлых элементов к темным. Если мы работаем маслом, то здесь ничего сложного. Мы можем написать зеленую массу куста, а потом на нем поставить белые розы. Но в акварели так не работает и соответственно нам придется здесь все-таки идти от малых форм к крупным. Но этот принцип все равно держите в голове. Писать от общего к частному. От крупных пятен к мелким. А для этого совет следующий. Используйте крупные кисти. Начинайте работать с самыми крупными кистями, которые у вас есть. И вводите тонкие, маленькие, только когда в них есть крайняя необходимость. Старайтесь все писать крупными кистями. Следующий совет. Смотрите на свою работу издалека. Когда вы подносите свою работу слишком близко к глазам, когда вы пишете на коленке, не глядя на свою работу с достаточного расстояния, вы чаще всего углубляетесь в детали. Вы концентрируетесь на каком-то одном элементе, слишком его прорабатываете, потом движетесь к следующему моменту. И так вы теряете цельность, теряете вот эти самые общие массы и начинаете ударяться в детализацию. Поэтому периодически отставляйте от себя работу и смотрите на нее издалека. А еще лучше пишите с достаточной дистанцией. Еще один совет, как видеть свою работу более общо и цельно, это прищуривание. Вы наверняка знаете, что художники часто прищуриваются для того, чтобы убирать четкость восприятия и видеть только пятнами. И таким образом, глядя на пейзаж и на свою работу, вы сличаете то, что у вас получается и смотрите, насколько у вас получается общо, насколько вы точно попадаете в тон, насколько у вас хороший ритм цветовых пятен, например. То есть в целом, насколько ваша работа цельная и гармоничная. Поэтому прищуривайтесь. Следующий совет похож на предыдущие. Я рекомендую вам периодически прерывать свою работу, отдыхать и смотреть на работу издалека. Это важно, чтобы вы периодически автоматическую работу превращали в осознанную. То есть убирайте автоматичность вашей работы, вашего углубления в детализацию каких-то объектов. Прерывайтесь, оценивайте издалека, смотрите, думайте, насколько у вас хорошо или плохо получается. И следующий совет. При этом задавайте себе вопрос. Возможно, уже достаточно? Достаточно ли для того, чтобы пейзаж был узнаваем? Достаточно ли прорабатывать тот или иной объект для того, чтобы был намек на то, что это? Если вы видите, что какой-то объект уже понятен, что это, значит, в принципе, можно дальше с ним не работать. Можно его оставить таким, какой он есть. Обобщайте. Обязательно обобщайте все те объекты, которые вы видите. И для этого группируйте их. Группируйте несколько веток в одну массу. Группируйте несколько деревьев в одну массу. Старайтесь видеть объекты группами. Не разделяйте второстепенные объекты на отдельные. Обобщайте и группируйте. Также я рекомендовала бы вам изучать кистевые приемы. То есть, как рисовать тот или иной объект несколькими мазками. Как работает кисть. Это помогает вам делать ваше изображение менее детальным, менее дробным. Не прорисовывать отдельно каждый листочек отдельным мазком, а делать одно уверенное движение для того, чтобы нарисовать целую ветку. Это уже признак мастерства, когда вы вот такими легкими кистевыми приемами, одним ловким движением руки рисуете сразу целую ветку, например. Избегайте детализации в тенях. Когда вы пишете тени объектов, пишите их общо, одним пятном. Старайтесь именно в тенях убирать лишние детали. Наибольшее количество деталей выносите на границу света и тени объектов. Вот там вы можете проработать детально отдельные листики, отдельные цветочки и прочие формы. В тенях же старайтесь делать более единое пятно. Это поможет вам собрать всю форму и не дробить ее. Когда рисуете мелкие детали, типа травы, листочков, камешков и прочего, не рисуйте каждый камешек, каждую травиночку. Достаточно на общее пятно газона добавить несколько вот таких вот травиночек здесь, там, и зритель уже поймет, что вы нарисовали газон с травой. Он как бы продолжит мысленно, продолжит в своем воображении эту фактуру травы и будет понимать, что это газон и что он весь покрыт травой. Вам не нужно рисовать всю траву на этом газоне. В конце, когда ваша работа подходит к завершению, внимательно еще раз посмотрите на всю картинку и добавьте обобщение лисировкой. В масле, в акварели, в любом другом материале вы можете это делать. Добавьте поверху прозрачный, очень светлый, чаще всего голубоватый оттенок поверх объектов, которые являются второстепенными. Здесь мы опять возвращаемся к вопросу, что главное. Все, что у вас не главное, все, что слишком раздроблено, слишком детализировано, в конце прокройте легкой лисировкой, прозрачным, например, голубоватым слоем акварели, и таким образом вы соберете излишнюю детализацию. И в конце, если ваш этюд не получился, ни в коем случае не расстраивайтесь. Работа на пленэре очень сложна и очень редко рождает шедевры. Если у вас что-то не получилось, напишите второй этюд. Ведь в первом вы хорошо поняли, что сделано было правильно, что неправильно. И второй этюд поможет вам написать тот же самый сюжет гораздо лучше. Ну, а если не хотите писать второй, то возьмите и смойте часть краски с первого. И просто пропишите поверх, уже дома, в студии. Так вы уберете лишнюю детализацию, которую совершили на пленэре. У вас останется только какие-то крупные массы, и вы уже дома сможете внести несколько филигранных мазков в ваш пейзаж и таким образом его завершить. Ну что же, на этом все. Я желаю вам успехов в ваших пленэрных этюдах. Обязательно выходите на пленэр. Это особое удовольствие для художника. Если вам понравилось это видео, дайте мне знать лайками и комментариями. Я буду рада сделать для вас и другие видео по вашим вопросам. Всего вам самого доброго. С вами была Марина Трушникова.